Учитывая проблематику города Балакова с тупиковой схемой, мы пересмотрели ряд возможных технических мероприятий, которые позволят решить данную проблему. Проблема – это невозможность регулировать температуру батареи в отопительный сезон. Вообще, в Балакове почти половина домов страдает от того, что зимой жильцам приходится то форточки от жары открывать, то мерзнуть. И индивидуальные тепловые пункты могут помочь решить проблему. В пилотный проект «Паута плюс» попали порядка 40 домов, где такие пункты будут устанавливать бесплатно. Провести работу должны до начала отопительного сезона. Все тупиковые, все вот эти пять СТП, там где-то 44 дома получается. То есть, это у нас получается поселок Дзержинского, на Ленина, 4-й бэмик район, на вокзале здесь СТП. Вот все они по тупиковой схеме запитаны, то есть нет обратных. Работают индивидуальные тепловые пункты также от теплоносителя, который подается с ТЭЦ-4. При этом в доме оборудуют еще один контур, который будет забирать тепло и отапливать квартиры. Такая схема позволит быстро регулировать температуру в батареях при резких колебаниях температуры за окном. Кроме этого, таким же способом будет подогреваться горячая вода. Ведь в настоящее время многие дома Балакова получают горячую воду по проектным тупиковым схемам. Для того, чтобы из крана пошла тепленькая, зачастую приходится сливать воду, поскольку она застаивается в трубах и постепенно теряет свою температуру. После установки ТЭП эта проблема также устраняется. У нас утренние температуры, то есть ночные там минус 10, а днем плюс 8. То есть мы должны среагировать на температурный график, то есть снизить температуру теплоносителя. А инертная система большая, то есть через 8 часов только придет теплоноситель с низкими параметрами. А в квартире то жарящая, то прохладная. И получается вот этот дисбаланс некомфортный жителям. А ИТП уже позволит системе автоматического регулирования постоянно реагировать на улицу. Он то увеличивает расход в трубах, ну в батареях, то снижает. В новых домах, которые сдаются в настоящее время, уже по проекту установлены ИТП. Поэтому здесь проблем с перепадами температур не будет. У них, что большое преимущество, у них независимо от крепания параметров. То есть у нас что-то резко повысилось давление вдруг, у них не реагирует никак, потому что у них держится стабильно. Вот у них насос стоит на системе отопления. У них стабильно, одно и то же давление все это держится. Тоже автоматика эти отслеживают. И так же температуру у них держат тоже в зависимости от датчика, который на улице стоит от погоды. Жители остальных Балаковских домов, где наблюдаются подобные проблемы с отоплением и которые не попали в пилотный проект, могут решить вопрос за свой счет, изучив все плюсы ИТП. Кстати, оборудование дома индивидуальными тепловыми пунктами обойдется примерно в миллион рублей. И пока жильцам платить придется и своего кармана. Но вскоре установку ИТП могут внести в перечень работ по капитальному ремонту. Продолжение следует...